Тянет как магнитом застройщиков во дворы. Вот новая драма. Территория около дома на проспекте строителей 114. Чуть больше недели назад рано утром сюда приехали неизвестные люди и начали пилить деревья, чем вызвали шок у местных жителей. Я подошла, вот так схватила деревья, реву, у меня просто уже истерика была. Я говорю, вот пилите вместе со мной. Еще кто-то тут сказал, бабушка, отойди. Я говорю, не отойду, ни за что, говорю. И вот я, значит, бегала, они рядом со мной деревья пилили, вот так палкой туда. Ну, один пилил, а другой палкой их туда толкал, ну, чтобы они не сюда упали, не на тротуар. И я так вот бегала несколько часов. Спилить успели 29 деревьев, пока не появился местный депутат и не остановил дровосеков. Потом, как рассказывают очевидцы, приехал бульдозер и разровнял землю, чтобы скрыть пеньки и следы вырубки. Единственное свидетельство бесчинств – фотографии, которые успели сделать жители. Там видны испиленные деревья и местная детвора, которая, похоже, навсегда прощается со своей детской площадкой. Территорию городили и сказали – тут будет административное здание. Мы думаем, что строительство даже административного здания, не говоря про магазины, нанесет большой вред нашему двору. Здесь будут останавливаться машины, здесь будет парковочная площадка какая-то, здесь будет полная антисанитария. И нас это, конечно, глубоко возмущает. Минувшую пятницу жители ждали встречи с застройщиком. Он не приехал. Известно, что огороженная территория – земля муниципальная. И сейчас находится в аренде у общества с ограниченной ответственностью «Система ПЛЁС». Якобы административное здание после постройки претерпит видоизменения и превратится в магазин «Магнит». Такая информация от самого застройщика поступила к одной из жительниц. Мы готовы выходить на митинг. Мы готовы, если надо, будет перекрыть дороги или что-то, чтобы на нас обратили внимание. Жильцы вообще готовы на многое. Придать делу максимальную огласку, обратиться с индивидуальными исками в суд, перекрыть проспект строителей. Словом, они пойдут на все, лишь бы не соседствовать с фурами и крысами, которые непременно поселятся в продуктовом магазине. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.